привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас такой небольшой вынужденный ролик который будет посвящен атоллу честерфильд на который мы пришли вчера ночью прошлое видео продолжится с этого с того момента как мы здесь все разведаем вы сейчас узнаете что-то интересное потому что это место очень уникальное итак народа толчестерфильд ай у нас тут такая качка вообще кошмар а толчестерфильд находится в 400 милях к северу в сторону австралии здесь есть маленьких 10 островов один большой на котором есть остатки строений которые тут были еще во времен когда охотились на китов атол честерфильд принадлежит новой каледонии то есть франции и абсолютно не обитаем прикола в том что он расположен очень далеко и сюда добраться крайне сложно здесь иногда останавливаются люди на пути из австралии например на вануату и собственно кроме птиц и черепах и акул тут больше никого нет сегодня ночью когда мы сюда зашли дуло жутко качало жутко и сейчас очень сильно качает я думаю что нам нужно будет сменить локацию вот там вот я вижу острова на которые есть шанс что мы все-таки переберемся потому что ширина от пола большая и успевает разогнать волну в общем нам не нравится нам нужно идти вот кстати тут столько птичий нам нужно идти на другую сторону смотрите сколько тут летает ты выглянула вот смотрите здесь у нас водичка видно дно все камушки мы стоим на десяти метров то есть тут реально глубоко но очень все прозрачно сладкий из кесарный а ну брысь так уже закакали на всю лодку и все что под водой камушки из-за того что стоять там ну просто невозможно мы решили идти на внутреннюю часть атолла вот на самую самую северную ой на самую самую южную часть этого атолла вот там вдалеке два острова мы хотим перед ними стать и быть защищенными от ветра и волны потому что здесь конечно не супер много но за там 10 миль успевает волна разогнаться его даже если вот вы посмотрите то есть это вот качает лодку чтобы ходить это не страшно отстоять вот в таком вот особенно если надо нырнуть там посмотреть с винтом то это все будет болтаться и очень некомфортно плюс там пару снять нужно чтобы ветра было чуть поменьше в общем нам я думаю там будет идеальнее всего сейчас еще чуть-чуть вперед там полторы мили и потом поворачиваем направо идем уже к нашей . видите спереди барашки такое печатнее как будто ветер будет так вот здесь ветра сейчас у нас узлов 17 наверное максимум до 15 а это все это течение которое заходит вот здесь канал и она здесь как-то все перемешивается вот смотрите нас вот это вот внутри рифа на волнах болтает причем скорость какая диана скорость скорость у нас скоро сейчас в районе трех максимум то есть мы реально ползем как черепахи и нам нужно вот на ту сторону острова которая не видно в общем очень длинная стратегия здесь сейчас спереди наши песчаные банки на которые мы идем вот смотрите вот там белая полосочка это риф на как разбиваются волны там где наши песчаные эти островки там тоже видно как разбиваются волны и прямо видно белые барашки а вот там вот это самый угол острова там белый барашка не видно и видимо вот этот стрел который идет вот вы его сейчас видите он все-таки наливается из-за рифа и скорость у нас тут мы сейчас чуть-чуть повернули сразу стало 35 пошли мы там 2 и 2 и я думаю что вот сюда это все наливает через этот угол и изливает потом через ходы то есть вероятно здесь постоянно идет течение на отлив и грифа наружу и никак по-другому спереди вот эти белые полосочки это островочки четыре острова но они между собой все соединены это то куда нам как раз и нужно представляете что мы стоим там где никого нет и даже непонятно где то то вообще находится посредине нигде да да торможусь поехали первая метка вот такая здесь у нас красота красивая сваливаем первую меточку есть на дне немножечко бумис ну до берега так конечно немножко прилично но зато очень красиво очень красиво у нас глубина 5 и 7 метров я считаю это здесь хорошо здесь на островах живут птицы вот такие как вот этот буби пролетает их здесь тысячи просто я не знаю десятки сотни тысяч все острова в птицах мы сейчас сюда приедем конечно вам все покажем обязательно покажем что здесь у нас находится под водой говорят здесь большая wild life говорят что здесь даже приходят на нерест черепахи но мы не знаем сезона ничего тут будем смотреть злодейский птич что иди сюда иди 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 ну что это такое и ты иди сюда и жирный а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приквал... Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Короче, мы вышли только что на землю, прилетел реально бизнес-джет И на 16-м канале нас спросили, что мы делаем Мы сказали, что мы пришли починиться, потому что у нас там порвались паруса Мы с ними разговаривали, наверное, минут 10 Они все узнали, все выяснили И мы ждем от них инструкции Они где-то здесь будут еще летать какое-то время И с нами свяжутся Вот это великолепный Бу-би-бу Приехал к нам, сел на тузу и сидит довольный Это вот, это какой? Голубые лапки? Ну да, будут голубые Это еще маленький, да? Нет, это взрослый Сильно взрослый? А, у него же... Он когда не взрослый, он полностью серый такой, как графитовый Вот как вот этот, который... Ну, типа того, да Еще у них лапки меняют цвет в зависимости от того, что они кушают То есть, если они кушают полноценно, то у них лапки у каждого приобретают Кого красный, у кого синий Но это в зависимости от породы этих буби А наш буби Лапки голубые И у него еще немножко И они будут вообще яркие Я чуть не упал Какой он хорошенький Да, интересно Он рыбу ждет Но хотя его здесь никто не кормит Это же просто он к нам в гости пришел Любопытный Мне такая мордость не знаю Такой хорошенький Прямо к нам приехал Смотри Он так и не понял, что он близко с нами Мы сейчас приехали на остров На котором огромное количество птиц Вот Наш тузик И вдалеке стоит наша лодка Красиво Мы здесь стоим одни И здесь вообще людей нет Это большая гряда островов Самый последний, который вы видите спереди Он запрещен посещению Там стоит табличка На которой написано, что Здесь у них самое большое количество гнезд И туда не ходить А здесь они нас встречают Конечно, кто-то из них боится Но в целом Их тут такое количество Плюс они все любопытные Сейчас мы вам их детальности покажем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 бурые олуши, их здесь больше всего, потом красноногие олуши, красноногие это такие с симпатичными голубыми мордочками, мы здесь их тоже много видели, и голуболицы олуши, голуболицы мы, к сожалению, не засняли, их здесь было всего несколько штук, я видела, но это огромные, самый большой вид олушей, у них белое оперение и черные крылья, в английском языке олуши называются буби, по нашей теории, потому что они абсолютно неуклюжие птицы, буби по-английски это дурачок, и интересно, что они, когда на земле, они супер неуклюжие, они неповоротливые, они падают, они ходят как попало, они во все врезаются, у них абсолютно всегда дурацкое приземление, когда они часто садятся на нашу лодку, это обязательно происходит каким-то просто кубарем, они летят, обязательно грохот стоит, то есть не то, чтобы так аккуратненько с первого раза, в общем, это остров, это место их гнездования, у них гнезда находятся прямо на земле в основном, и иногда на кустах, те, что прямо на земле, как правило, там чисто лежат яйца, мы чаще всего встречали два яйца, сделанные из говна и палок, то есть из веток, из какого-то мусора, такие очень неприхотливые, незатейливые гнезда, те, что на кустах мы видели, там, как правило, уже сидел птенец, интересно, что пока еще яйца в гнезде, то есть их там два или три, а когда птенец, всегда один, и мы думали, в чем же дело, куда девается второе, оказывается, олуши, когда вылупляются птенцы, выбирают одного только самого сильного, и его выкармливают, остальные, соответственно, не выживают. Когда подходишь к гнезду поближе, он начинает так нервничать, но с места не сходят, и так интересно, он начинает когда нервничать, перебирать палочки, и как-то так головой вилять, странные звуки издавать, в общем, это достаточно выглядит забавно, но мы их старались сильно уж близко не приближаться и не драконить. Их созревание в течение где-то в среднем 30-40 дней, то есть достаточно долго, и птенец уже когда взрослеет, то есть ему надо где-то 5-6 месяцев до того, как он начнет уже самостоятельно охотиться, учиться ловить рыбу. Олуши, когда ловят рыбу, они пикируют с огромной высоты и могут нырять на глубину до 25 метров, и интересно, что скорость при этом у них может достигать до 120 км в час. Для этого им нужны специальные нюансы в анатомии, то есть у них есть такие воздушные мешки в голове, чтобы амортизировать удар при, собственно, падении в воду. У них еще интересно, что клюв, он такой, чтобы рыба не выскальзывала, с такими зазубринами. Меня один раз Олуш кусал, я на себе это почувствовала. Произошло это, когда Олуш попался у нас в леску, когда мы ловили рыбу на ходу, и пришлось его подтянуть от этой лески, освобождать. В общем, пока я его освобождала, он меня за щеку цапнул, это было жутко неприятно. Птенцы тут на острове все разного возраста. Есть такие совершенно пушистые, но уже по размеру как взрослые. Есть у которых уже меняется оперение и появляются не только пух, но и перья. В общем, тут на острове мы видели все степень созревания от яиц до уже взрослых особей. Вообще, Олуши это стайные птицы, их колонии достигают до десятков тысяч особей. Ну, собственно, что мы здесь и наблюдали. И насколько они нелепые и неуклюжие на земле, настолько они грациозные в воздухе. Они планируют на восходящих потоках и могут проводить в море в открытом много-много месяцев. То есть у них там практически нету естественных врагов, только разве что акулы, которые охотятся в основном и удачно на молодых совершенно особей. Но интересно, что молодые особи очень быстро учатся у взрослых, как себя вести. И вот когда у нас они на лодке тусуются, прямо видно, кто из них взрослый, кто из них молодой. Молодой, максимально неуклюжий, неправильно себе выбирает место для сидения, постоянно соскальзывает. В общем, за ними очень смешно наблюдать. Перед тем, как, собственно, устроиться на гнездование, у них происходит период ухаживания. Они очень красивые танцы танцуют. И когда уже гнездо свита и яйца отложены, то оба родителя по очереди высиживают эти яйца. Обычно один где-то летает по своим лушиным делам, ловит рыбу, а второй стережет гнездо. И интересно, что, как правило, именно на закате уже оба родителя собираются. И вот мы первый раз видели так, чтобы по две птицы на гнездо, это именно на закате какая-то вот такая особенность. Когда птенец уже крупный, часто оба родителя улетают, и тогда вот он один будет сидеть такой грустненький в гнезде. А когда прилетает родитель, он с этого гнезда спрыгивает и бегает за родителем и попрошайничает, выпрашивает рыбки. И очень забавно за этим наблюдать. Они такие, как пингвины немножко, прям бегают по песку. И родитель такой от него убегает, а этот за ним. Не могу себе представить, как они сидят целый день под палящим солнцем, но, наверное, природа их для этого приспособила. И смешно, что вот малыши, которые такие пушистые, у которых еще нету перьев, а есть только пух, но при этом они уже по размеру абсолютно такие же, как взрослая птица. Только крылья у них, как у щипанной курицы, потому что на них нету перьев. Ну и еще здесь огромная колония обыкновенных глупых крачек. Не знаю, откуда у них такое название по-русски. В английском языке они называются браун ноди. Это такие маленькие птицы, немножко похожи по форме на чайку. Очень много где встречаются. Колонии у них еще больше, чем у буби. И интересно, что они часто гнездятся именно вблизи других более крупных морских птиц. Они охотятся тоже на рыбку, но в основном чисто под поверхностью, то есть они не ныряют. Откладывают одно яйцо и тоже поочередно за ним присматривают, его высиживают. Интересно, что у них такая раскраска, как будто белые реснички. И к нам тоже такие прилетали и садились на лодку. Один с нами ехал прямо несколько дней, причем он вокруг летал, охотился, потом садился себе спокойно и отдыхал. И так длилось несколько дней, пока мы были прямо такие огромные, я не знаю даже на что похоже. Они весь день летают, весь день кричат. И когда я ходила собирать ракушки на вот тот остров, где их больше всего, они таким прямо черным облаком надо мной кружились. То есть они не то, чтобы они кого-то боятся и как-то там особенно реагируют, просто это вот их нормальное такое поведение сбиваться в стаю, летать и орать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и как же без дайвинга в таких великолепных местах? Дина, зачем мы туда пошли вообще? Ну мы пошли, мы всегда в каждом новом месте, куда мы приходим, где есть какой-то намек на риф, мы обязательно проверяем, что там. Потому что бывает, что там очень что-то классное и интересное, бывает так себе. Ну и вот в этом месте, по твоим ощущениям, на сколько по десятибалльной шкале? Ну, на троечку. То есть вообще все происходит? Ну, грустненький риф, на удивление, хотя казалось бы, он такой изолированный, там никого нету, и вода чистая. Но здесь уже цветные кораллы появляются, между прочим. А раньше были не такие цветные. Ну вот мы сколько двигаемся, столько по чуть-чуть меняется подводный мир. То есть рыбы плюс-минус все те же, а вот коралловый риф и губки, и все остальное, оно меняется. Ну и ракушки, соответственно. Я про рыб не соглашусь с тобой, рыбы становятся более цветные. Мне кажется, большинство цветных рыб было во французской Полинезии. Здесь немножко тоже виды изменяются, разные новые виды появляются. Вот очень сильно ощущается, как мы приближаемся к Индийскому океану. То есть уже, что касается ракушек, тут стали появляться впервые такие виды, которые будут в Индийском океане. Но кораллы, смотри, вот эти синие, например, кораллы, они же прикольные? Синие кораллы прикольные. Машрум кораллы, как мы здесь встречаем, тоже прикольные. Но они, кстати, встречаются везде. Груперы большие плавают. Большущие здесь уже стали появляться тридакны, прямо очень большого размера. Это те, которые смерть дайвера, есть легенды, ходят. Те самые, да. Интересно, что здесь они чаще уже не врощенные в кораллы, а такие отдельно стоящие. И туда, конечно, Сережа любит тыкать чем-то и смотреть, насколько быстро они смотрят. Она мне камеру укусила. Ну, ничего было туда свою камеру сувать. Вот красивая рыба, мы ее назвали между собой рыба-панда. Может, потому что она не спала, а синяки под глазами. А, кстати, здесь еще мы встретили подводную черепаху. Она такая быстрая, просто ракета. Ну, потому что я ее нашла, и тебя, когда позвала, надо было с ней очень плавно плавать. Она бы тогда не убежала, потому что я с ней плавала, и она от меня не убегала. А как тебе акула, Нэнька? Нерс Шарк. Тоже хорошая. Но она небольшая. Какой-то Нерс Шарк? Это Нерс Шарк, точно тебе говорю. А ты думала, кто это? Я уже забыла, если честно, кто это. Ну, в общем, акулы прикольно встретить здесь. И еще классно, когда на мелководье снимаешь косяки рыб, они могут убегать только в 2D. У них нет возможности вдирать ни вверх, ни вниз, поэтому они разбегаются перед тобой в разные стороны. И это очень прикольно снимать на камеру, потому что они реально такие в сторону пытаются, а только есть возможность... Ты такой весельчак, а? Слушай, ну мне нравится, смотри. Но так как мы стоим все-таки на Атоле Честерфилд, здесь было много птиц, и я, конечно же, их решил попугать из-под воды. Прикольно то, что они не видят то, что находится под водой, и ты так подползаешь к этим птицам из-под воды, выныриваешь, и они разлетаются в сторону. Ну, на самом деле, риф здесь такой достаточно бедный, прикольно просто посмотреть на то, чему отличается от других. Все-таки это место, которое не тронуто людьми, здесь людей нет, люди сюда не приходят, и природа живет так, как она живет сама по себе. Мы сейчас поедем на соседний остров, здесь, конечно, прикольно, эти птицы великолепные, но там, я когда летал дроном, я видел черепаху, вернее, не саму черепаху, а ее следы, поэтому надо как минимум посмотреть, что же там интересного. Ну, тут, конечно, очень красиво. Я уже, по-моему, про это говорил. Уже? Да, да, да. Ну, залазь, залазь, бегом, бегом. Он на той стороне, а вдвоем, не низко? Нормально. Не тесно. Ух! Что тут? Да, да, да! Вот мы сейчас на другом острове, а вот видите вот эти большие следы, а вот собственно укладка, представляете какую яму вырвала эта черепаха огромную, что ты нашла, Дин? Я уже второй на Ухиловке сегодня нашла и тоже на краю острова, смотри какой красивый, шикарно, ты довольна? Да, вообще никакого, смотри какая у него мордочка красивая, яркая, я вот такую снимала. Типа не видит, да? Подвернулся и взялся? Нет ərэй Продолжение следует... 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 Продолжение следует...